Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за всё. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российской армии по жилому пятиэтажному дому в Запорожье. Он практически полностью разрушен. Известно, что с часу до двух утра было два прилёта ракет С-300. Пятый, четвёртый и третий этажи уничтожены. Первые два этажа находятся под завалами. Рассказывали, что около трёх утра слышали, как люди из-под завалов пытались дать знать о себе. А потом наступила тишина. Мы надеемся, что они будут спасены. По данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, спасатели эвакуировали 20 человек. Однако многие жители дома по-прежнему остаются под завалами. В настоящее время поисковые и спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным погибли 4 человека, 8 ранены. Ещё 5 рассчитаются пропавшими без вести, среди них ребёнок. Обломками и взрывной волной повреждены расположенные рядом многоэтажки, а также автотранспорт местных жителей. Всего за прошедшие сутки ВСО отразили более 170 атак россиян в разных украинских регионах. В общей сложности оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам. Есть раненые среди мирного населения, повреждённые жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали два БПЛА «Шахид-136». Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские власти сообщили также, что два человека получили ранения в результате обстрела посёлка Белозёрка Херсонской области. Всего на территории области 11 раненых за минувшие сутки. Обстрелу подвергся и Никопольский район Днепропетровской области. В течение ночи зафиксированы два обстрела Никопольского района. Враг ударил из тяжёлой артиллерии по двум громадам. В Никополе обстрелом повреждён детский сад, три магазина и аптека. В городе пострадали также восемь пятиэтажек, гаражи с припаркованными в них автомобилями, электросети, водопровод. По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжает наступление на Бахмутском направлении. Предпринимаются попытки штурмовать Бахмут. При этом ВСУ отразили атаки в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Ивановское. Тяжёлую бронетехнику в районе Бахмута будет сложно использовать до конца марта. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании. Как отмечается, ожидаемое весеннее потепление затруднит передвижение по пересечённой местности и проведение наземных операций в районе Бахмута. Максим Маскальков, Голос Америки, Вашингтон.